Стоит ли терять надежду в самые трудные минуты? Жизнь Сабият Курбаналиевой, вдовы, воспитывающей двух детей, можно назвать нелегкой. Находясь в трудном материальном положении, семья не имела своего жилья. Но после всех трудностей, как и обычно, наступает облегчение. Фонд Инсан помог ей осуществить свою мечту, рассказывает Абдулла Алиев. Спасибо огромное. Сабият не в силах скрыть свои эмоции от счастья. В этот момент, в эти минуты, она уже находится в своем жилище. А еще совсем недавно это было лишь только ее мечтой. И не в первый раз осуществить мечту тех, кто остро нуждается в помощи, взяли на себя сотрудники благотворительного фонда Инсан. Сегодня мы пришли и вручили уже свое собственное жилье одной из семей в рамках программы «Е-Опекун», которая у нас успешно развивается. Большая благодарность всем нашим опекунам, которые принимают участие в программе «Е-Опекун». Откликаются отдельные личности опекуны, коллективы, организации, которые дают радость, дают счастье семьям, в семьях которых остались дети без попечения своих родителей. Эта семья и раньше испытывала финансовые трудности. Не имея собственного жилья, приходилось жить на квартире. Смерть любимого мужа и заботливого отца, казалось бы, навсегда лишила Сабият надежды на светлое будущее. Вновь вселить в нее веру в то, что все у нее сложится хорошо, взяли на себя фонд Инсан. Включив эту семью в программу «Е-Опекун», и уже сейчас они дарят ей квартиру. Я очень благодарна. Мы очень об этом мечтали всегда. Когда же будет у нас свое жилье. Очень благодарна фонду Инсан. Спасибо вам большое. В квартире осталось только сделать ремонты, и уже в скором времени можно будет поздравлять Сабият и ее детей с новосельем. Стоит отметить, что фонд Инсан взял на себя также ремонтные работы и будет в дальнейшем оказывать поддержку этой семье. Абдулла Алиев, Гаджи Магомидов, телеканал ННТ, Махачкала. Абдулла Алиев, Гаджи Магомидов, телеканал НТ, Махачкала.